Всем привет, с вами канал BGCityTop и наконец-то подъехала новая бюджетная клавиатура фирмы Ergo KB650, так что садитесь поудобнее и поехали разбирать её. Вот мы и начинаем разбор и первый взгляд на бюджетную игровую клавиатуру от фирмы Ergo KB650. Её я взял буквально дня 3-4 назад, так что можно сказать, что это будет первый взгляд об этой клавиатуре, так как попользоваться в долгосрочном периоде я не успел. И чтобы видео не было слишком длинным, я не буду заострять в разборе коробки, инструкции и тому подобного. Так что можно в принципе сразу переходить к самой клавиатуре. Так что давайте посмотрим, что это за клавиатура и раскроем коробку. Вот так она выглядит, когда мы открываем коробку, значит она запечатана в целлофан и есть гарантийный лист и инструкции. Всё, больше ничего в коробке нет. Запечатана аккуратно и сразу бросается в глаза. Это её корпус. Её корпус металлический, либо какой-то сплав металлический, что очень похож. Сейчас мы ближе посмотрим, что это такое и как она выглядит поближе. Вот она, бюджетная красавица. Смотрите, распаковал из пакета её и она реально смотрится прикольно. Всё-таки это какой-то сплав, а не чистый металл. Клавиши смотрятся выпукло. И внешний вид у самой клавиатуры какой-то такой похож на милитарический, военный формата. Есть даже выемка под держать руками, что-то такого похожего. И есть открытые шурупики, где закручены. То есть грубо смотрится, как неотёсанный кусок металла. Но смотрится симпатично. В начале видео я забыл сказать, что эта клавиатура не механическая, а мембранная. Так как это бюджетный вариант и стоит эта клавиатура в районе 12 долларов. То есть, соответственно, она не может быть просто механической. Так что готовьтесь к тому, что это всё-таки мембранная. Но она не шумная, практически не шумная. Дальше вы услышите её отклик нажать. Единственное, что ощущается сразу, так это не очень качественный пластик самих клавиш. Но это быстро привыкается. Дальше ещё хочу обратить внимание, на правом верхнем углу у нас есть три индикатора. Это у нас отвечающий первый индикатор за подсветку, второй индикатор за намблок и третий индикатор за капс. То есть, если вы будете периодически включать, то они будут загораться. Как обычно у всех стандартных клавиатур. Ничего особенно здесь нет. И, кстати, очень прикольно вырезана индикация внутрь металла. Очень прикольно смотрится. Когда её берешь в руки, она ощущается как тоненькая клавиатура. Из-за того, что она сделана из сплава металла плоской пластины. Сами, конечно, кнопки толстые, как положено для игровых клавиатур. Но корпус тоненький и из-за этого ощущается её нестандартность. То есть, кнопки прям толстые-толстые, а сам корпус очень тоненький. Тоненькая пластина. Если заглянуть под клавиши, то видно весь механизм этих клавиш. Нажатие, глубина, подсветка. Всё видно под определённым углом. Ещё, если обратить внимание, то сзади на этой металлической пластины или сплава металлического есть подставочки для удобства на столе. Не у всех клавиатур это есть. Это хорошо. В целом, ощущение от того, что я нажимаю, у меня, в принципе, приятно. Нет никаких дискомфортов, там ещё что. И если смотреть по изгибам, то есть нажатием на середине клавиатуры, то изгибы очень минимальны. Так как эта клавиатура похожа на металл, то она идёт ребром жёсткости неплохой. То есть не так, как у пластмассовых клавиатур, а это уже хорошо. Ложишь её на стол, она твёрдо стоит на столе. Нет никаких прогибов, ещё что-то. То есть это большой плюс. Вот, кстати, шум, о котором я говорил в начале видео. Шум клавиш. Небольшим недостатком можно назвать то, что она скользит в лакерированном столову. Так что, если у вас нету большого коврика, на который можно положить эту клавиатуру, то всё-таки надо что-то придумать, чтобы не скользила клавиатура. И да, чуть не забыл, у этой клавиатуры есть дополнительные клавиши для музыкального плеера, которые я люблю и которым я часто пользуюсь. Так что это тоже плюсик. Думаю, можно переходить к подсветке, какая же она, и подключить её к USB. И да, она подсвечивается трюма RGB подсветками. Цвет поменять нельзя. То есть только три цвета. И ещё нельзя сделать ярче и тише. То есть у неё просто есть включить и есть выключить подсвет. Что как бы для кого-то это будет комфортно, для кого-то нет. Тут уже решайте сами. Всё же это комфортно для работы или игры в ночное время, без света. Как я говорил раньше, она бесшумная. Или там минимальный у неё шум. Так что комфортно играть рядышком с близкими людьми и не мешать им. И ещё заметил, некоторые светодиоды светят ярче, чем остальные. И это чуть-чуть искажает равномерность подсветки. Ну, это такое. Может это у меня клавиатура такая попалась, а может это и во всех так остальных. Ну, это такой небольшой минусок. Кстати, чуть не забыл. Эта клавиатура поддерживает раскладку трёх языков. Английский, украинский и русский. Английский язык ярче выражен, а русский и украинский на одном уровне. Так что это удобная клавиатура для наших регионов. Быстренько пройдёмся по характеристикам и будем заканчивать. Количество кнопок 104. Дополнительные функции 3 цвета подсветка. Тип упаковки картонка. Тип клавиатуры мембранная. Форма подключения USB. Проводные соответственно. Эта клавиатура игровая. Весит она 760 грамм, почти килограмм. Украинская, русская и английская раскладки есть. Размеры её 460 на 170 и долщина 27 мм. Корпус пластик с сплавом металла. Длина кабеля 1,5 метра. Есть у неё гарантия 12 месяцев. Сборка украинская запчасти Китай. Незачем затягивать видеоролик, так как я уже практически всё сказал. Думаю, самое основное я вам показал и рассказал. А дальше уже, конечно же, решать вам, покупать эту клавиатуру или нет. И на этом будем заканчивать. Если же видео понравилось и есть какие-то вопросы, пишите мне в комментарии. Будем общаться и что-то подскажу вам. Возможно, может и вы подскажете. Так что ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал, ставьте на колокольчик. Это мне поможет показать видео больше людям. И на этом будем заканчивать. Всем спасибо. Пока. С вами канал BGC TipTop. И до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok